Если кто не знает, то это вот Аркадий Новорович Петров, писатель, доктор наук, а самое главное, это автор нашего с вами учения «Древо Жизни». Не буду много говорить, но я даю слово Аркадий Новорович. Спасибо, Раверий. Ближе нажми микрофон. Ближе, да? Я очень рад смогу быть в вашем замечательном городе. Мне он очень нравится. Очень красивый город. Один из лучших городов России. Действительно так. Москва, Питер, Казань. Такая троица своеобразная и очень интересная. Ну, я вам, наверное, расскажу сегодня последние новости, которые у нас происходят. Происходит очень много интересных событий. О каких-то вы, наверное, знаете. Если смотрели сайт, в Ютубе, информации очень много интересных. Там и зубы растут, там и отрак излечиваются. И об этом уже рассказывают. Дракон, сделайте получше. Громче, не слышно. Ближе. Ага. А так? Вот раз, когда не считаешь, а потом и зубы будет. Ну да, да, да. И это возможно. А так ближе лучше. В Ютубе, да, есть такой материал. Выросли зубы. Хотя они уже не один десяток лет растут, но наконец-то заметили. И наука, и телевидение. Там в Ростове-на-Дону случилось событие. У одной молодой женщины вырвали зубы. Вместе с корнем отпустили домой. Готовятся к комплантации. Вот. А она вместо этого побежала заниматься. Там у нас ведет Наташа Золотарева. Региональное отделение. Она к ней побежала туда заниматься и выращивать зубы. И зуб вывелся. И причем довольно быстро. Женщина пошла опять туда же, где ее удалили. Врачи начали смотреть, падав в обморок. Потому что в истории человечества такого события еще никогда, ну, по крайней мере, в их опыте не было. Даже фильм какой-то есть. Вот 33-й зуб, по-моему, там Евгений Леонов играет в главной роли. Помните? Он говорит, вот у меня вырос 33-й зуб, и еще врачи, что еще? И кажется, я инопланетянин. Ну, вот приблизительно такая же реакция у врачей. Они, значит, начали звонить, вызвали из ближайшей Ставропольской медицинской академии с кафедры стоматологии ученых. Те приехали, начали смотреть на это небывалое чудо. Стали звонить в Москву. Из Москвы приехали. Теперь уже туда едут из-за границы специалисты. Ну, потому что такого события еще никогда, ну, в их представлении, по крайней мере, не было. А у нас-то эти зубы росли уже лет 20 подряд, растут во Владивостоке. Одной женщине вообще 32 зубы выросли. Ну, она, причем она врач сама. Никто в эту сторону не смотрел, смотреть не хотел и не собирался. Вот пока тут телевидение это не раскрутило все, так бы все и опять растворилось. Поскольку телевидение все сняло, все эти сюжеты, все это показывают, и врачи комментарии дают, специалисты которых вызвали тоже, руками разводят и говорят, не может быть, но это вот факт. И таких фактов у нас очень-очень много. И, наконец-то, наука стала это замечать, стала это комментировать. И, в общем-то, очень известные ученые, ну, наверное, вы видели, как Николай Николаевич Дроздов, академик, зоолог, знаменитый, который вел передачу «В мире животных». На этой передаче мы, по сути дела, все выросли. Он стал учеником, представляете? Он пошел учиться и уже не один год учится. И старается не пропускать занятия. Вот такие пошли ученики. Сегодня здесь, в Казани, тоже пришел новый ученик, он завтра идет на занятия. Доктор физико-математических наук, заслуженный работник науки. То есть очень известный ученый тоже у вас. Завтра уже будет на занятии. Вот какие люди начинают учиться. Таких академиков уже много. Академики пошли. А уж просто доктора там и все прочее. Это вот чудо ли не половина группы стала. Везде, причем здесь и за границей. Очень много врачей учится. Вот я только что, буквально, несколько дней назад приехал из Швейцарии. Перед этим был в Германии работал, в Уссельдорфе. Там, ну, почти половина группы – это врачи. И там, по-моему, не стесняются этому учиться. Здесь еще как-то вот. Но уже, кажется, ее сломалось. У нас ведь действительно парадоксальная ситуация. У нас как бы направление духовное. Да? Духовное движение. И оно признано, официально признано нашей наукой. Российской Академией наук. В 2007 году еще признано. Была Российская медицинская конференция, собрана в президиуме Российской Академии наук. Вот где собрали. По итогу в этой конференции написали резолюцию «Все случаи достоверны и статистически значимы». А перед этим еще два института проверяли это все, ковырялись. Опыты с нами ставили, вызывали нас. Мы в их лабораториях работали. Это институт молекулярной биологии, институт молекулярной генетики. И если вы в сайте посмотрите, вот Академия Политаева об этих опытах там рассказывает. То есть сначала были испытания, исследования, все было доказано, что это все работает там. Но прежде всего их интересовало как раз тут органы. Регенерация органов. Все доказали. После этого резолюция. И заканчивалась резолюция, которую, кстати, подписал вице-президент Российской Академии Наук, директора институтов. Советники президента подписывали. Вот этот протокол. Он есть в интернете, его можно найти. Мы его выложили. И заканчивалось рекомендовать к широкому распространению. Это поставление высшего органа российской науки. Но потом, видно, кто-то объяснил, что если это так распространяется, то можно закрывать прежнее материалистическое направление науки. Они, видно, подумали, что не время еще. И просто начали глухо молчать. Ни за, ни против. Ни одного писка против не было за последние годы. Ни одного писка за, но за исключением нескольких академиков, таких как Иван Павлович Немуакин. Светлый имя памяти он ушел, к сожалению, на 90-м году жизни. Несколько буквально дней назад. Ну и еще ряд академиков, которые на горячем поддержали. Тот же Полетаев Андрей Игоревич. Вот такая ситуация создалась. Но она имеет явную тенденцию к тому, чтобы измениться. Особенно сейчас начинают влиять события за рубежом. Там ведь тоже очень много чего случилось. Во-первых, везде издаются, буквально переводятся на иностранный язык и по всему миру издаются мои книги. Люди начинают по ним работать. Без меня работают. У них результаты получаются. О чем это говорит? О том, что информация точная, истинная, как говорят. Меня бы и не хватило везде бегать там, носиться с померой. А люди начинают сами работать, организовываются в коллективы такие. И совместно, помогая друг другу, идут по этим книжкам, по этим текстам, по этим технологиям. И добиваются результаты. И от рака вылечиваются, и органы растут. И это все на Западе начинает давить обратно на Россию. Уже дошло до того, что в октябре этого года я еду во Францию на кинофорум. Там организовали специальный кинофорум. И кто бы вы думали? Медицинская ассоциация врачей Франции. Медицинский орган, академической науки организовал эти мероприятия. В семи городах будет проходить кинофорум. Вот весь октябрь, по сути дела, я был во Франции. И частично там, а я одно выступление в Береги. Они перевели на французский язык три основных фильма, которые у нас есть «Свет вечности», «Разум побеждает смерть», «Школа преображения». Эти фильмы, уже у них в распоряжении, выпустили на французском языке, выпускала Канада, канадское крупнейшее издательство, выпустило «Сотворение мира», трехтовую трилогию эту, и перевезли ее во Францию. На французском языке они ее издали. То есть они готовятся к одному кинофоруму. То есть я буду приезжать, ездить по этим городам, там будут показывать эти фильмы, потом я буду выходить так же на сцену, как сейчас у вас, рассказывать об учении древних жизней, отвечать на вопросы. Уже сегодня, за пять месяцев до этого события, уже более тысячи человек заранее записались. Причем там у них это довольно дорогое, платное мероприятие, там 50 евро стоит участие в этом кинофоруме. Представляете? И уже более тысячи человек записалось и заплатили деньги, чтобы участвовать за пять месяцев раньше, до этой встречи. Вот так там относятся к этому сейчас. Они понимают, что с этим связано и здоровье, и жизнь, и вообще новые перспективы жизни. Совсем новые перспективы. Кроме признания науки, которая все-таки уже есть в виде документа, что очень важно, пошло признание по линии религиозным. Но правда, прежде всего, почему-то католическая церковь откликнулась, Ватикан. Они прочитали там книги, пригласили меня к себе гостем Ватикана. Я в прошлом году там был, два дня общался со специалистами Ватикана, которые, в общем-то, сказали, что прочитали все мои книги. И, в общем-то, они понимают, о чем идет речь, потому что это эзотерическое христианство, как сказать. И потом все равно тут же задали вопрос, а вы откуда это знаете? То есть им как бы знать положено, а вы откуда знаете? Ну, я так довольно резко ответил. Я говорю, ну, раз эзотерическое, значит тайное. Вы со мной этой тайной не делились. Мне ее рассказал кто-то другой. А кто может рассказать об этом? Ну, вы, наверное, сами догадываетесь. А почему? Наверное, встал ждать, когда вы это тайно и сделаете явно. Вот так мы с ними разговариваем на воднях. А там немало упреков таких интересных мыслей. Они все принимали очень смиренно. Причем я выяснил там одну интересную для себя как бы неожиданную вещь. Там у нас несколько лет в Италии на занятия постоянно ходила одна монахиня. Ее зовут мать Тереза. Тоже как-то заменитая мать Тереза. И с ней еще три монахини приходили. Оказалось, что они, она возглавляет отдел каббалистики Ватикана. У них, оказывается, есть такое дело. Вот она там тоже была. Это она все равно и забыла. Все эти мероприятия. Поселили меня тоже очень интересно. Женский монастырь. Пристроили. Самую молилу, как говорится. Ну, потом я подозревал, что это они так не просто так сделали, что здесь какая-то заковыка есть. И потом это выяснилось. Они-то объяснили, что очень близко к тому залу, где у нас происходили общения с этими, со специалистами Ватикана. Это был зал ПИИ 12-го. Там папа общается с кардиналами. Вот такой зал выделили. Я там очень с этими, со швейцарскими гвардейцами фотографировался. Чуть ли не в обнимочку. И есть у меня сейчас такие фотографии. И вот в этом зале, ну, они, говорят, здесь близко там. Ну, он здесь действительно идти. Поэтому так и поселили. А когда вернулся, позвонил Игорь Арепьеву. Говорю, ну, что-то как-то непонятно. Почему они меня туда втистали в женский монастырь? Зачем? Он говорит, это потому, что они хотели... У них же тоже есть ясновидящие. Они хотели вскрыть тебя, по сути. А женские энергии как раз как ключ в консервной банке подходят. С женскими энергиями, мужские, раскрываются очень легко. Вот они тебя туда и тиснули. Но там было все очень корректно. Там они бегали, суетились, чайку, кофейку. Может, покушать желаете, еще вообще хотите. Водили меня по всяким там залам своим тайнам. Был я, наконец-то, в Систинской капелле знаменитой, которую весь мир знают. Показывали они мне и тайные залы. У них там, оказывается, саркофаги с репетилоидами есть. Ну, в общем, изучали со всех сторон, приглядывались. То ли у меня трясучка пока-нибудь не начнется, я там на пол упаду, биться начну. То ли землетрясение время начнется. Но, по их мнению, что-то было должно произойти. У меня ничего этого не произошло. Вот сейчас, вот в конце мая, я опять еду к ним. Они меня снова просят приехать. Очень интересная программа. Они выпустили за свой счет. Ватикан выпустил две новые книги в Италии. Мои последние. Там, в Неаполе, будет презентация. Я буду там раздавать автографы. Потом они меня повезут в Верону. Там, где Роману и Джульетту. Помните, история. Повести печать не на свете, чем повести о Роману и Джульетту. Вот это все там. Потом оттуда в Сицилию, хотя продолжили. Меня 10 дней сплетают на курорт. Отдохнуть, просто отдохнуть. Потом опять Рим, Венеция. Ну, очень целая программа такая, познавательная, экскурсионная. То есть они потихонечку так осторожненько притираются. И, в общем-то, сигналы такие хорошие посылают. Вот книжку сдали за свой счет. Вот то сделали, вот другое сделали. Ну, как бы, чтобы... Но я свои, там, как бы, основания мира, понимания не снимаю. Я прямо говорил. Кто хочет общаться с Богом, ему посредники не нужны. Бог готов откликнуться каждому, кто ищет Его. А у них первый церковный постулат, сам главный. Никто не может прийти к Богу, кроме как через церковь. Ну, посредники. Понятно почему. Потому что они же не просто так самыми богатыми стали объявлять. А я им объявляю вот такие вещи. И они смиреннейшим образом воспринимают. У них никакого писка возражения. Потом они там предначили еще одну женщину, больную, раком, с четвертой степени. Уже такая стадия, когда у нее отмирают куски плоти, как говорится, и отвариваются. Просто уже обниение идет. Она же заживо обниет. Вот они ее приточили прямо в этот зал, в самый конец, пристроили там в креслице. И она два дня была, вот пока было это общение, она два дня ее там носили. И вдруг, там все-таки они меня попросили одну технологию по онкологии сделать. И я начал им рассказывать. Я не работал по этой женщине, я просто им рассказал технологию работы с раком. И вдруг засветилась там небольшая икона Иисуса, очень большая. Ну, как бы в пол сфины вот такой. И она вдруг начала, вот как бы полусферой, светом покрылась. То есть это увидели. Яна была. Ну, очень занятная. Потом технология прошла. Это был как раз конец наше общение. И вдруг эта женщина встает и говорит, что у нее ничего не болит, она себя хорошо чувствует. И встает на ногах, и даже бахла. И не очень быстро, но потихонечку пошла. В общем-то, из этих задних рядов туда, где все остальные. Все там обалдели, конечно, от этого. Начали меня фотографировать. А я у них на снимках стал получаться тоже светящийся весь. И какой-то еще рост у меня раза в три, в четыре вырос. Я у них не помещаюсь в этих объективах. На снимках получилась только грудь. У меня такая рубашонка была с полосками. Полоски вот так раздвинули. Были вот так, стали вот так. Вот, они все это, значит, нащелкали. Это пошло-пошло по Итуру, в интернете. Я после них приехал в Чехию, а там уже эти снимки есть. Уже мне показывали их. Они и в России уже есть. В Россию тоже пришли эти снимки. То есть такие вот необычные события, которые происходят. Весь материализм рушится прямо на глазах. Он был нужен, как определенный этап развития человека. Но только этап. И на нем все стояло. А теперь другая реальность надвигается. Духовная реальность. Вот весь мир начинает уже как-то отзываться на учение древа жизни. И самое главное, ни со стороны религии, ни со стороны науки сейчас нет противодействия. Это очень важный момент. Потому что бороться с такими титанами и колоссами, это, конечно, мало не покажется. Можно в интернете найти, кстати, вот сейчас выступление Николая Николаевича Дроздова, интервью, да, по поводу, что он прочитал вот эти книги. И если обобщать, интервью так довольно большое, но обобщая, если то, что он сказал, восхищение и восторг. Представляете, когда такой ученый крупный, такие слова говорить, на это начинают обращать внимание и многие другие ученые. Потому что он один из авторитетных шефов-специалистов в области зоологии, биологии, это все близко к этому. И понятно, что вектор с доверием, с противостоянием меняется на уже, по сути дела, на поддержку. Потому что и в эфире появились сюжеты, такие положительные телевидения. Вот у нас сейчас фестиваль будет в Санкт-Петербурге в июне. Уже телевидение зарезервировало свое участие. Вы понимаете, такого вообще никогда не было. Они на нас все время набрасывались. А теперь вдруг хотят фильм снять, хороший фильм. Наконец-то. Вот такие новости, как бы, в нашей жизни. Жизнь становится все веселее и веселее. Работы все больше. Но это ничего. Это хорошо даже. Чем больше такой работы, тем лучше. И я очень рад, что и у вас здесь все так идет, что коллектив ваш растет, работают. Мы вот с Райшей Дуниной сегодня тут о многом говорили. И тут идут очень интересные события. Ведь все идет через и ясновидение. Ясновидение – это как бы другая реальная жизнь, которую мы не видели никогда. Вот сейчас и есть технологии, как открыть ясновидение. Я уже написал такую брошюру. Я ее делал для Франции. Но я ее уже и в России готов издать. И она буквально уже к фестивалю, наверное, будет издана. Вот к этому международный фестиваль в Санкт-Петербурге. Туда приезжают делегации из разных стран, из Чехии, из Словении, из Италии, из Испании, из Германии. Из разных стран приедут и познакомятся друг с другом. Потому что они все, в общем-то, уже члены одной большой семьи света. Это семья света, по сути. И эти отношения надо выстраивать друг с другом. Помогать друг другу, взаимодействовать, собираться вместе, решать какие-то проблемы, которые у вас есть по здоровью. А здесь это решается. Здесь много людей, у которых и регенерация произошла, и болезни наступили, иногда очень страшные. Здесь же у вас, в Казани, уже никуда ездить надо. Все это тут на месте. Только вам надо, как говорится, плечо к плечу, рука к руке. И вместе делать это дело. Строить новую реальность жизни. А это жизнь прописана в этих книгах. Разве там есть что-то такое, что вызывает отторжение? Там ни к чему плохому не призывается. Никто. Там только к хорошему. Я закончил тут еще одну книгу. Сферу Гитера. По сути дела, древо жизни выстроено. Уже пошли тексты новые, по новой книге. Проект Гипербореи. Уже небольшими фрагментами идет следующая книга Сириуса. Идет оттуда. Ведь мы, в общем-то, как бы сказать, духовные дети инопланетян. А Сириус – это одна из родительских звезд, звездных систем. Например, богиня Эзида была в древнеегипетской технологии. Это богиня Сириуса. Здесь Ассо Леон есть товарищи. Так что нам скоро придется менять историю очень кардинально. Идут такие тексты. Потом пойдет, будет уже, как бы, обобщать этот период развития золотая Библия. И она еще уже как бы на горизонте. Вот по каким книгам мы теперь будем жить и строить жизнь. Все хотят заводы построить, фабрики, они нам что-то напечатают. Такую хорошую жизнь устроить. На самом деле, все гораздо проще. Если вы откроете вашу реликтовую память и переведете в активное состояние нейрона вашего мозга и ваш генетический аппарат, то каждый атом этого мироздания будет подчиняться вашим повелительным регуляциям. Понимаете? Хочется вам что-то. Это не надо строить забор, чтобы на другую силу и вы потом пошли в магазин и купили. Подумалось, и вот уже есть, вот появится. Но это появится только тогда, когда определенная масса людей начнет так думать. Понимаете? Один человек в отдельно взятой квартире ничего изменить не может. Это наша коллективная работа. Вот когда наше сознание начинает согласовываться на этом направлении жизни, и нас становится достаточно много, количество переходит в качество, и тогда атомы мира начинают подчиняться мыслям, которые в голове. Понимаете? А мы в это время должны научиться мыслить позитивно, чтобы не желать ничего плохого. То есть выстраивать все только по плану нашего Небесного Отца. А он эти тексты и передает. Это живые тексты, это не мои тексты. Тут моя заслуга только, ну, мягко говоря, в железной заднице, на которой, и в руке, в которой я пишу, больше ничего. Потому что я, когда напишу текст, я даже не знаю, что я пишу. Я только потом читаю и за голову отрезню, «Желее-то я написал?» Но понятно, что не я. Конечно, это вводят рукой. У меня еще мыслей таких нет. А они через меня просто проходят. Я хочу зацепить, не очень могу. Но они вот на бумагу, они идут. И очень быстро. Я каждый день, иногда ночью, в любое время, когда начинается этот поток, я встаю, не откладывая, все записываю. Очень быстро записываю. Потом, раз смотришь утром, уже будет стопочка текстов. Такой идет процесс. Ну, в общем, новости вам последние рассказал. Теперь готов отвечать на ваши вопросы. Если они у вас есть, конечно. Скажите, пожалуйста, какие задачи перед нами сейчас стоит Творец? Очень простые. А может, нет. Еще я хотела спросить. В этой книге из Сатур написали, что через каждые 7 лет у нас сооткрывается в организме, который у человека. Это проходит в момент даты рождения или как-то определенным образом? Нет, ну, тут это не в дате рождения дела, а в той программе развития, в которой мы развиваемся. И там есть шаги такие. Они, в общем-то, четко. Это не у всех происходит. Это у тех, это у тех, кто, в общем-то, потрудился себя изменить к лучшему. То есть это труд. Вот слово потрудился здесь очень уместно. Просто так ничего не сыпется. Я еще хотел спросить. А вот личность моей задачи каждого человека не заложена на дату рождения? Ну, дата рождения – это важный на самом деле код. Это действительно важный код. И там, безусловно, есть задачи. Вот, например, меня все время преследовала цифра 9 по жизни. Вот что бы я ни делал, где бы я ни жил – дом, там, квартира, номер паспорта, когда эти большие цифры складываешь, все приходит в 9. Это мой код, основной. И у каждого, конечно, человека есть, но из него нельзя выпадать, из этого кода. Потому что если собьется человек с кода, то что такое девятка? Это новый человек. Понимаете, вот я так и шел в этой программе нового человека. Ну, слава Богу, что не выпал. Мог ведь и выпустить, и не пройти. А я вам читала, что девятка – это холосток, шестерка – это, наоборот, число дьявола. А вы говорите, что это… Ну, а я это не читал, и что нам теперь делать? Ну, вы прочитали, а я не прочитал. Ну, что нам теперь делать? Как мы будем выяснять, кто не прав? На правду, наверное. А в практике вы сделаете тогда правду? Я поделюсь. Так у Ивана есть факты. Извлекайте. Я еще не обослушаю. Кажется, микрофона хорошо, я и громко говорю. Я в этом случае могу ответить насчет того, сделанных земли, который действительно так же, как вот есть такая история, когда привезли сюда, в Москву, картину Леонардо да Винчи, Мадонна, да, там, с младенцем. И один человек стоит, смотрит на него, не пойму, и чего она так всех удивляет, чего здесь такого удивительного. А там женщина рядом с Апсоэлой повернулась и говорит, ну, знаете, она столько веков уже удивляет людей, что сейчас имеет право сама выбирать, кого ей удивить, и кого не удивить. У меня вопрос вот такой. Как к вам относится правительство? И вообще лечится ли кто-нибудь из правительства? Как сам Путин к вам относится? Ни разу с Путиным не общался. Никаких контактов. А я вообще никого не лечу. Вы как-то не очень внимательны. Я передаю знания. Вы по ним работаете. Вы передаете знания, что вы хорошо управляете государство. Да. Но вы почему-то этого не делаете. У меня такого... Может быть, вы ему эти знания передадите? Я не от Бога. Это он от Бога. Кто это сказал, что вы не от Бога? Ну, давайте признавайтесь кого. От дьявола, что ли? Не знаю от кого. Вот вы знаете, от кого я. Потому что от дьявола. Вы не комментируете. Все люди от Бога. Утюрт не подъема, пока там требует чудо. Все люди от Бога. Все они потенциальные боги. Каждый человек – это потенциальный Бог. И он может стать актуальным Богом. Но это работа. Если он над собой работает, то он этого добивается, достигает. А если он не работает, то он как двоечник остается на следующие тысячелетия учиться. Там год, а здесь тысячи лет. То есть можно остаться опять в земном классе развития. А лично мне покажите, лично мне докажите – это не разговор вообще. Мы здесь не клоуны, которые приехали. Вот чего-то вам лично должны показать. Вот я только что сзади вам врачей и сказала про вас. Они мне говорят – «Вы что, с ума сошли? Вы во что верите-то? Врачи не могут помочь, а вы хотите, чтобы изотерик вам помог. Можете задать вопрос? Добрый вечер. Добрый вечер. Вот в моем понимании человеческий интеллект порождает некоторые образы, которых нет в реальной жизни. В связи с этим у меня такой вопрос к вам. Какова роль и место интеллекта человеческого, индивидуального, коллективного в информационном обеспечении самоуправления индивидуальным и коллективным поведением? Очень умный. Да, у нас нет универсального прогресса, когда каждый критически, асимилирующим, индивидуальным, активистичным, индивидуальным истинам, продвигает функции, связи с проблемами логического взгляда на жизнь. Каждый имеет право иметь интеллект, разум и всякие мысли большим. Я не знаю, есть, да? За кого это местное управление? Конечно, есть. Могу пояснить потом? Мне, ему место боковое, на самом деле, не центральное. Это мы все думаем, интеллект, это такая машина, вот, весь технический прогресс на нем стоит. Нет, это не так, это не центральный объект. Центральный объект душа человека, понимаете? и разум. И разум. Вот слово разум, это немножко другое, это не интеллект, хотя очень близко соприкасается. Интеллект – это такая, как логарифмическая машина, щелкает, щелкает, то надо сделать, это надо сделать, это выгодно, это невыгодно, это правильно, это неправильно. А вот когда появляется сердечная осмысленность, и у вас еще никаких мыслей на голове нет, которые, кстати, с интеллектом напрямую связаны, мыслей-то еще нет, а решение уже есть, и оно правильное. Иногда это прорывается в виде интуиции, озарения. Кстати, все величайшие открытия мира сделаны через интуицию и озарение, не через интеллект. Об этом, кстати, еще ничего не говорил. Так что мистический интеллект далеко не главный. И как-то на него из него икону делать, и молиться на него это совершенно не... Я не говорил, что он власть. Я просто вас просил покомментировать. Она же присутствует, значит, он и все... Присутствует на определенном этапе развития. Мы все развиваемся поэтапно, мы делаем шаги развития. Спасибо. В книгах все эти вещи расписаны, кстати, и по интеллекту в том числе. Просто надо открывать, сейчас их брать и читать. Если разного прочитали и выразили свое мнение в словах восхищения, 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 надеялись, наверное, вас они не огорчат. Если во всем мире их переводят, то изнают. если я поставлю свои задачи, вот, втягиваться в такие споры, кому-то чего-то доказывать, какой в этом смысле? Само дело доказывать, по делам говорят, узнайте их. Есть дела. Показывать? Да вы идите в интернет. Вот недавно там выложили, кстати, интересный материал из Сочи. Выступают два ворча, два доктора медицинских наук из онкоцентра. И рассказывают, они рассказывают, ученые, эту историю. У них женщина тоже с четвертой степенью врага была. Уже совершенно безнадежная ситуация. Они говорят, мы ее отправили умирать домой. А она вместо того, чтобы умирать дома, поехала в Москву к Петрову. Возвращается. Мы на нее смотрим с удивлением. Как? Ты еще живая? Она говорит, ты, в общем-то, ее умирать не собираешься, у нее уже рака нет. Они ее удар следовали. Рака действительно нет. Это врачи рассказывают. Что мне вам рассказывать? Об этом это есть в интернете. Найдите. Легко найти. Она к вам приехала из Геннала? Да. Да, из Сочи приехала. Может, мне тоже к вам нет? Нет, а я сейчас уже последние пять лет ничего этого не делаю. Мы делаем до семнадцать лет за других. Я переболел благодаря этому почти всеми болезнями. Это же болезнь, нет информации. И если ты с ней исторически работаешь, ты ее, по сути дела, начинаешь на нее давить на болезнь, в вас. А куда ее выдавливать? Она в пространство не пойдет, там она распадается. Она поэтому уже она войдет в меня. То есть, я должен за вас переболеть тем, чем болели вы. Я вот так наболелся. понимаете, все эти технологии результат того, что я перехватывал. Я же три раза раком болел. И три раза я их просто перехватил. Это же рак вообще ниоткуда не приходит. Это информационное состояние коллеги, по сути дела, которое избирает эгоистический путь развития. Это все как общество. Люди есть такие эгоисты, есть коллеги эгоисты. Вот клетка эгоисты это раковая клетка. И я их выдавливал на себя, а потом с этим родил и научился, а потом мне сказали все, хватит носить чужие кресты. Вот так сказали. Я больше не ношу, но знания передаю. Берите и работайте. в книжках написано, в группе люди работают. Вы здесь спрашиваете как? Я когда смотрела на них, сидят там 5-8 женщин и вот бомня, мне показалось, что они никак психически больные. А вы базовый курс прошли? Вы базовый курс прошли? Какой базовый? На вашей лекции вы даже платные? для того, чтобы понимать, что они в угне, надо открыть ясноминку, во-первых. Они, в отличие от класса, не обладают. Понимаете? Есть, вот я написал книгу, читайте и работайте. А где-нибудь забавнее, чему-то вам доказывать, реальне? любит. Я читала книгу, а где-то не понимаете, что не может быть. Ну, давайте послушать, вы же никто не задает, вы одна горюстка ваше. Вы же не задает, вы сидите и молчите. Молодец, молодец. Здесь есть в зале люди, у которых в результате работы с этими технологиями прошли какие-то уже заболевания тяжелые. Ну, пожалуйста, расскажите вот этой женщине. А вот с вами даже сидит человек. Реально. Вот он мне сказал, но мне сказали, онкология никогда не влезет. У меня муж вот пять лет назад умер. У него онкология была, три операции сделали. И вот я там прожила целый год в больнице, и я видела, те люди, у которых не было онкологии, а просто добро-качественного обуви, они остались живы. А те, у которых все-таки было, извините, у которых было, они все через два года, через год все умерли. Ни одного не осталось живы. Вот за где у вас стоит женщина. Она сейчас вам расскажет свою историю, свою. Всем добрый день, меня зовут Крида. В 2016 году в мае я также узнала, что Аркадин Алмур приезжает, и после больницы, сразу после больницы, в которой я подержалась с Альтми, вот я была на этой встрече. На базовый курс я не пошел, потому что я была слаба, и думаю, я не освою, не пойму. За долг и их не лет. По книгам я самостоятельно пыталась работать. По книгам я выучила наизусть работу по нормированию позвоночника, но я применяла сердце. У меня порог сердца, ДНПП. Значит, на тот момент у меня было отверстие в межпенсердной пригородке от 9 миллиметров до 1 и 1 десятка, то есть сантиметр 1 миллиметр. Вот такое большое сказали отверстие у вас, поэтому вам плохо. Ну, как сказать, что прям я вот так хорошо работала на этот сотрудник, я лентильничала. Как только чувствую, что мне становится плохо, я начинаю книгу, начинаю читать и начинаю заниматься, начинаю нормировать свое сердце и смотрю, вроде как мне помогает, то есть сердце немножко тихо меривается, ритм маленько проходит и уменьшается, ритм уменьшается, она не проходит, но уменьшается. И мне сказали, что у меня пресердия увеличены в 16-м году. В этом году я недавно опять пролежала в РКВМ и там меня обследовали от и до. Мое сердечко обследовали меня опять аритмию, она прекратилась, потом опять появилась. Ну, такая вещь, что она появляется в зависимости от видимо что-то не так, и она опять появляется. врач был удивлен, что меня порадовало, с чем я хочу с вами поделиться, потому что я, ну, как сказать, кто позанимаюсь, кто не позанимаюсь, да, получается, через раз. если бы нормально занималась, нормально в эти взялась, наверное, были бы лучшие результаты. Но вы, говорит, понимаете, в вашем возрасте обычно предсердия только увеличиваются, у вас они уменьшились, у вас состояние сердца улучшилось за эти два года по сравнению с тем, что было в 16-м году. у меня там еще другие обсудимые были, он все-все-все про это посмотрел, и у вас, говорит, отверстие стало, не 0,9, там, наверное, ошибка была, ну, врач, так, говорит, что предсердия ошиблись, посмотрели, у вас сейчас 0,3, представляете, какая радость, 0,3, она была уменьшалась, то есть сердце улучшилось, предсердия у меня уменьшились в размерах, это врача порадовала и очень удивила, он говорит, признавайтесь, что вы делали, признавайтесь, что я своим клиентам этим пациентам тоже это рекомендовал, ну, как сказать, что вот только-только эти книги, я тоже не могу, конечно, это все должны быть комплексы и питание, исключить животные молочные продукты, это как можно больше растительной пищи, это и фадрик я использовала, ну, вот все-все-все-все вместе, и вот эти книги, чудесные книги, которые у меня занималась, некоторые тексты я уже наизусть выучила, и вот опять я здесь, потому что ну надо, спасибо. у нас, к сожалению, науки борьбы с ораком в России на сегодня нет, все последние десятилетия она строилась на работах академика Блазуна, который несколько лет назад благополучно умер от того же собственного рака, который воду ее лечил. Вся наука по Блазину вместе с ней рассыпалась. Нету такой методии борьбы с раком. доброкачественные, ну да, могут оттянуть иногда надолго операцию делают, удаляют, доброкачественные оборки, иногда это 10-20 лет тогда это 30 лет тогда это может дают. Ну, в принципе, все равно закончится тем же сыном. У нас есть зарегистрированные, в печати отраженные с результатами медицинских обследований, документами. Есть такой дайджест, например, в котором собрана пресса, мировая пресса по этим вопросам не только в нашей стране и в других странах, в Германии, в Австрии, это пытали. Это зарегистрированные вещи, в которых предложены документы, свидетельствующие, чтобы у людей был норок, и теперь он не стал. Я ведь это доказывает вам сразу думаешь, я не Бог. Хотите, ищите. Хотите, ищите. У нас система простая. Она, можно сказать, заключается всего в двух словах. Не хочешь, как хочешь. Вот и все. Так же, как в Библии, я предлагаю тебе жизнь и смерть. И подсказка. Выбери жизнь. Но не хотите выбирать жизнь, это ваше дело. Следуйте прежним курсом. Как говорил Владимир Ильич, для него верной дорогой идут товарищи. Все придете к одному. Хайзманыч, да. Скажите, пожалуйста, ну и молодежь сейчас увлечена очень компьютером. И кроме программирования ничего не хотят видеть. Вообще, как-то их можно помочь? И надо ли? Или как-то они, может, сами придут? Очень тяжелая проблема. У меня то же самое происходит дома. Внук из этого компьютера не влазит, играет на нем, как на пианино. Ему четыре года, он вот так вот. Я к нему подхожу, Никитка, говорю, «Когда ты этому научился?» Я вообще не умею даже компьютер включать. Мне 72 года, я не знаю, какой кнопку тыкнуть, чтобы включился этот компьютер. Он так на меня смотрит, «Дедушка, неужели ты не понимаешь, это же природное?» Ну вот как отвечает тоже замысловато, ведь так не скажешь, что он случайно ответил. Очень большой смысл в ответе, это же природное. Это для чего-то надо вообще для развития как бы общества или что-то это? Ну влияние цифровых технологий это тоже этап развития, но его надо преодолевать, он тоже к хорошему прийдет. Это не путь человека. Путь человека, я вам сказал, развить себя до такого состояния, чтобы вашим поведительным регуляциям мозга подчинялся все атомам мира. они будут подчиняться те же сами пазы, кирпички, они будут сложиться в что угодно. Любую молекулу создать, любую клетку из молекулы выстроить, это все из одних и тех же элементов создается. Но ими надо управлять. А для того, чтобы им управлять, надо иметь определенные характеристики вашего мышления, скорость мышления, плотность естественно нужно так сказать мышления. Потому что пучком ваты попробуйте поправляйте этими механизмами, не получится. А вот взять ручку железную, она, пожалуйста, плотность там большая она нажмется. Здесь на базовый курс, когда вы ходите, первое занятие какое? Работа в стручке. То есть вы учите ваше сознание создавать плотный и мощный импульс скоростной по характеристикам плотности и по скорости очень высокой. Не такой, как у нас обычно. Вот это муч. И тогда только таким импульсом вы можете менять состояние в своем организме. Если вы этого не достигли, вы будете задавать какие угодно вопросы, которые иногда кажутся очень умными, потому что мы все о себе много чего думаем. Но как попросишь, а покажите, а чему же вы так это от своего ума сделали? И выясняется, что кроме боли от этого ума ничего и обнаружить невозможно. еще есть вопросы? Да, пожалуйста. Как сократить свой реинкарнационный круг развития? Ну, ответ содержится уже в вашем вопросе. Как произнесли слово развитие? Вот через развитие он сокращается. Потому что нас развивают до определенного состояния наших же возможностей. На всех древних храмах на разных континентах писали одно и то же «Человек познай себя и тогда ты познаешь мир». Человек и мир это дождественное образование. Это просто разные фрактальные сопровения. Все во мне и я во всем написал великий порядок и сновидящий муж Тюньч Федор Иванович. Все во мне и я во всем. Это и есть фортальность. То есть в каждом человеке есть весь мир. Но его уже надо раскрыть. Каждый нейрон мозга это библиотека, в которой не меньше книг, чем в нашей Московской библиотеке Ленина. Но это же надо раскрыть. Надо уметь входить в эти библиотеки и читать эти книги. У меня был просто потрясающий опыт, когда я был на том, полаган уже работал. Я зашел в библиотеку, но это не роды. Ко Нимон зашел, увидел там эти стеллажи, которые уходят на высоту дома из вставленной книги. Подошел к одной полке меня туда прям притянул. Взял книгу, он прям тянул руку, я ее взял, раскрыл. Она была пустая, чистая страница. Подходит создатель, берет у меня из рук эту книгу, закрывает, ставит на полку, говорит, это книга, которую ты еще не написал. Вот эти уроки возникают там, на том как книга, которую ты еще не написал. То есть там уже стоит она, уже готова к тому, что она будет написана. Пожалуйста. А вы создатель от какого вида вы видели? Можете объяснить? Создатель применялся в разных видах, как ни странно. Потом может менять свою форму проявления. Я делал без бородов. Иногда у меня так, когда я подбил, как великан, когда я был еще начинал только заниматься, потом я как бы рос, а он как бы под мой рост подстраивался. Показывал рецепт, что знания мои ростут. Это в общем тоже определенная легория отношений. То есть он через них показывает, что если ты занимаешься и обретаешь эти знания, то ты становишься с ним как бы одного роста, если можно так сказать. он дал такой очень интересный урок. Когда я его спросил, я говорю, ну, отец, в тебе же есть и женские энергии, а другие, ты же весь мир про все это дело представляешь собой. И он тогда повернул в голову право и вдруг стал женским, у него лицо стало женское. перевернул в другую сторону. Это было лицо молодого человека. Опустил голову, он стал как младенец. То есть он показал, что он может быть кем угодно. Буквально кем угодно. У него нет такой формы, которая закреплена за ним раз и навсегда. Он нужен иметь любовь. Ведь мы тоже об этом говорили. Адамы подчиняются определенному развитому сознанию. И он может иметь другой вид. У меня был здесь еще и другой опыт. Тоже очень интересный. Когда я был в Москве, мы работали с Игорем Оребьем около ВДНХ, у нас был офис. И однажды там в кабинет ко мне заходит очень молодая красивая женщина, что меня, кстати, очень удивило, потому что у меня был такой секретарь, секретарш, которая, ну, мимо нее пройти невозможно. Ну, вы ее все знаете. Она человек известный, у нас Ирина Яровая в Госдуме. Вот она была в МС-петре. Мимо нее не прошел Нинюш. И вдруг какая-то женщина бездокладная везет, раз и входит и говорит, здравствуйте, я богиня Тарра. Так вот скромненько, богиня Тарра. Если вам неприятно видеть меня в мужском облике, я могу сейчас принять, то есть в женском облике, я могу принять сейчас мужское облик. Это все к тому же, в каком облике. Оказывается, вот если она облияние, она может принять под... Я говорю, что вы, что вы, такое просто, то не надо бороться. Она садится, значит, и говорит, я всегда помогала вам, и сейчас я пришла вам помочь. Я принесла вам книгу, Эта книга измена всего в трех экземплярах. Один экземпляр отдал Акарфагон, один отдаю вам, третий Игорь Арибин передал. Три экземпляра всего. Это были технологии духа. Атара это богиня, которая покровительствовала Россию всегда. Тартария, собственно, древняя Тартария, вот, большая Тартария, это от имени Тары произошло. Тара и Тарх, ее брат. Вот откуда возникла Тартария. И она пришла и принесла эта книга потрясающая, она у меня есть. Она напечатана с золота в трех экземплярах. Но я-то знаю, сколько стоит книга. Чтобы напечатать книгу, надо настраивать печатную машину иногда не один день. Настраивать ее несколько дней только для того, чтобы три экземпляра напечатать. причем печатать золото. Вот что удивительно. Тонкое сусуальное золото, вот она вся книга, почему-то такая толстая. Вот она передала эту книгу и там были очень интересные технологии, я еще их не очень-то, честно говоря, я понимаю, освоить не очень могу применить, тем более, но как-то внутренне я ее принимаю вот к нему. Вот она ложится на душу. Вот такие удивительные встречи, но это как раз ответ на ваш вопрос. Бог может быть быть. Она богиня. Я могу принять любую облить прямо сейчас. Какой вас устроит? Она богиня. богиня. Каждый человек может быть богом, еще раз говорю, только ему надо развить самому себе. У нас есть, понятно, что у нас есть всевышний Бог, но мы все маленькие боги. Он же от него, но по факту родства от него тоже будет. Вот что вы сказали, это откровение людям нового века от массового и совершенства. Откровение людям нового века от 12 и 12 и с 15 года уже печатается каждый день в интернете от реальной и преображение пространства, плановый переход и значение России. Россия об сохранить песни за на сегодня. Как бы это меня интересует, конечно, я читаю и ваш книг читаю про Т-30 с отборения мира. И многих моих знакомых это то не верят. Я не знаю, как вы можете объяснить. Многие даже читают, многие не читают, математику, не очень мало муколиков. Но мы сейчас как раз находимся в состоянии перехода, перехода в квантовое состояние, по сути. Современная наука очень много чего знает о квантовом мире, но тем не менее на многие вопросы ответить не может. Квантовый мир безмассовый, там нет масс. Вот, например, есть такое физическое понятие ультиматом. Это элемент любой элементарной частицы, допустим, электрон. Электрон состоит из ста безмассовых ультиматомов. как безмассовые частицы могут образовать корпусу? Как? Хоть какого академика спросить? Он на этот вопрос не знает ответ. Это как раз вот эти тайны вот этих переходов. Но они на самом деле в общем-то достаточно понятны. Они очень согласимы с этими процессами, которые происходят в любом обществе. Если эти безмассовые частицы обретают единство векторов своего развития, они становятся массовыми. Карл Макс, который все-таки можно как угодно к ним относиться, но это было действительно серьезно учение, он говорил, идея, которая обладевает массами, становится материальной силой. Идея безмассовое состояние, но обладевать массами, она становится материальной силой. Также ультиматонны, получив единый вектор развития, 100 ультиматоннов могут собрать элитон и уже стать карпусками. Но это переходный станет электронатом. То карпусков, волна, но это подсказка и того, что делаем мы. И откуда возникают эти процессы? Они возникают именно из этого. Если мы развиваем свое сознание до такой степени, что оно способно влиять на коллекти нашего организма, оно нужно менять состояние нашего организма. Вот как основная идея всего этого движения. это не сердце, это наука, но наука будущего. Кстати, что это наука будущего, сказал ныне действующий академик Андрей Емельич Ройтаев, доктор физико-математических наук Беофизича, к тому же один из ведущих специалистов института мужекулярной биологии, он про нас это сказал. Вот это очень много его вступлений по поводу молодежи жизни и того, что здесь происходит, потому что он по сути девятнадцати неразрывно находится с нами. И он дал такое определение. Его когда спросили, что это такое, он сказал, что это наука будущего. Вот такое определение действующего академика российской оперативной нормы. Можно, да? Да, конечно. Ну, я тоже хочу рассказать свою историю. В 2008 году я перенесла институт и ослепла. На Бутгарова правый глаз не остановили, не совсем, но видят, а левый был слепой. Поставили для нас эффект глаза. Оказывается эффект. И вот я начала книги ваши читать и группе нашей под руководством Невы Владимировны занимаюсь. И у меня глаз начал открываться. Хотя приговор был такой, что инфаркт это однородный клеток, и он глаз никогда не будет видеть. Мой левый глаз начинает видеть. Все. Вы разрешите не рассказать свою историю. Я в общем-то среди многих болезней, которыми болел и было много, я болел пятью смертельными заболеваниями, которые в общем-то по прописи нашей медицины никак не лечатся. Это гипотез печени, это и хронический панкреатин, который постепенно перерывался с сахаром диабета, тяжелой степень. Это три раковых заболеваний, последний у меня тоже был инцид. Я был парализован. И так же как бы ослеп, не видели, ходить не мог. Врач говорила, что у меня ничего, ничего, месяца три полежишь, у тебя все не вытирать будет, не волнуйся, потом начнем учить, ходить, разговаривать. Вот я тоже пока лежал на работу нашей технологии. Ко мне приезжали в том числе мои ученики, они тоже помогали, там Наталья Леонидовна, Фезик приезжал, Олег Пулах приезжал, это знаменитые экстракценции, вы знаете, они частые на каверзе везде в общем-то. они были у меня там рядом со мной сидели, работали, то есть это такая была работа. На третий день я на коленях стал ходить, на коленях я вставать нел, потом зацепился на кровать где-то на четвертый день и поднялся. Меня бросалось на ксения, и потом все равно ходить. А через неделю уже разговаривал, потому что это было, я не отрицаю здесь работу врачей, понимаете, если бы они не провели вот эти реанимационные мероприятия, может быть, мы бы сейчас с вами не разговаривали бы здесь. Они часть своей работы сделали, но я сделал другую часть работы, которая помогла вывести эту практически безнадежную ситуацию, потому потому что они сказали, что при таком инсульте, как был у меня, 70% погибают сразу, а 30% потом очень долго восстанавливаются, если вообще восстанавливаются, потому что я видел там, где лежал, была президентская больница, вот где я, наверное, мог встретиться Владимиром Владимирович, но не встретиться. Но меня туда все-таки отвезли, по другой причине, не потому что Владимир Владимирович там за меня слон за ногу просто взять муж моей дочери, он там начальник областного таможенного управления, он сделал звонок, в общем-то все решилось, увезли туда. Но если бы врачи не спасли, если бы они не спасли, понятно, что я не мог подальше делать, поэтому я не отрицаю то, что можно сделать в машине. медицину, я считаю, что здесь нужно сотрудничество, но и я свою часть работы сделал. А тех людей, у которых был инсульт похожий, как у меня, их там по пять лет по коридору возят в каталогах, я это тоже видел. я это ждал все было. Вот я сижу перед вами не слепой. Могу прочитать, где чего написано, пожалуйста. Вас вижу, хожу и разговариваю, хотя бы не ползу. Это еще и моя история, так что я тоже определенный пример того, что не так уж получилось, что мне в основном приходится все через себя перекатывать, но это очень тяжело, но тем не менее, видимо, было и необходимо, потому что как бы пришли эти технологии. Потому что технология работы с инсультом пришла именно в это время. Я ее сейчас передаю людям, уже многие люди рассказывают, как это им помогает. Так что все это можно сказать выстроено на себе. Я тоже хочу о себе сказать. У меня 5 лет был рак в 3 стране мерные герои облучали. Больше всех времени детям лица меня облучили, у меня обзула расположились. Это сейчас не стучало. Твое года я ознакомился с тетенью древой жизни, и вот хотели прийти в такой пример. У меня супруга Естеринича, она больше 30 лет летела руками, и ее опыт лечит она человек руками, человек приходит после матери и дочь. Лечит дочь, человек приходит внучка. И она говорит, что в руки это тавринка. Мы моем сапоге, человек в своем мироздрении идет от тела к нам уже. То есть работает только меняя характер, свое мироздрение, развиваясь, вы можете стереться. Сейчас смотри в свое прошлое, меня настоящий будет. человек пискнил ритм сам, только там на юборской кисер. Это вроде был инсульт. Я сам занимался ведомик Лазарева, а Иван тоже пришел в трах. И мои знакомые из новичей сказали, что она пригодится вместе, по году, давай. Но работаю по вашей технологии. Сейчас я издавитель представитель, что все, она восстановится и будет добраться. Спасибо вам за вашу технологию. Я предполагаю тебе рассказывать, что он прошел базовый курс нашего методиста. Да. Применял. Я прошел курс. Спасибо. По рамку я хочу сказать, что у нас сейчас уже завели стремление исцеления. пророка четвертой степени уже более 30 случаев. Понимаете, четвертой степени и деньги не лечатся. На три степени соприкаются. Балатин над этой не сумел даже достигнуть и четвертой. На третьей все окончилось. Вот. было бы распространение и если бы я умолчал, то ваш факторит это мощно, вы заявляете, что нет у нас в науке докторов, которые не лечат рак. Вы просто их не знаете, вот я вас фамилию называю, Шаблин Петр Ишевич, Кутушев Владимир Михайлович. Они лечат и просто вы просто должны о них знать. И что я хочу сказать. На своих встречах Шаблин Петр Ишевич говорил, что я многих лечу, но к сожалению, если они не работают духовно, все равно они уходят из жизни по другой причине. Поэтому тут есть стыковка. И хочу сказать, что это не теория полиетарии, своя теория, но в России есть такие ученые, поэтому все должны знать это. Я буду здесь добавить то, что вы сказали следующее. Я действительно изучал много там химонарь родителей с центра Блокина больных, которые потом рассказывали свои истории. Они рассказывали, что после того, как им давали определенную химию, терапию, все прочее, облучение, они теряли полностью иммунитет и начинали угасать совершенно на другие причины. У них уже не был рак, но они могли умереть от насморка. Понимаете? И если мы говорим, что это победа над раком, я, например, к этому не присоединился никак. Потому что нельзя убедить рак, если вы не убрали информационную сущность рака. Мы работаем сущностями информационными. Вот для чего нужно исправление. Вот товарищи рассказывает у него жена Исновидича. Он же не просто так говорит эти слова. Значит, есть определенные состояния человека, которые всем другим вокруг кажутся, что они какие-то ненормальные, а может с этой точки зрения это именно они сами ненормальные, разу в них не открывается ясновидение. Потому что ясновидение это дополнительная возможность человека. Вот он имеет какой-то набор своих возможностей и вдруг они расширяются через ясновидение. Это расширение возможностей человека. Ты кто ненормальный? Тот, у кого их не хватает или тот, у кого они появились? У нас в свое время все письеатрические больницы были запомнены людьми, у которых спонтанно открывалась истрыня. Их просто так морили и доводили до нормы. Был такой подход. Но сейчас слава Богу этого нельзя. люди которые начинают заниматься понимаете у большинства открываются сновидения. Раньше это были единичные случаи ну вот Ванга ну вот Кейси ну вот Матеряна Московская вот Иван Кронштадтский это были единичные примеры и их сразу видите как Кронштадтский в Кронштадте жил один человек и уже к его имени прибавлялся и имя целого города. Вот какое-то было значимое событие. А сейчас вот на базовом курсе люди занимаются и уполовина открывается стремление. Это уже стало ну как бы сказать определенным конвейерам возможностям. Это еще раз говорю это дополнительная возможность которая расширяет силы человека его в обороне за свое здоровье за свой восторг жизни за все. вы можете сказать от своей жене что она какая-то ненормальная? Нет. Нам нормальный человек, правда? почему почему при этой информации мы не можем использовать опыт прошлой жизни? Ну потому что тот самый хроновый переход о котором мы говорили это как раз разные скорости вхват обмен сверху дорогой скорости обмен информацией вы приходите в мир материальный где скорость ограничена скоростью света вот что такое солнце? это замедление по сути сделан скорости и понимаете замедляет он эту скорость до нашей световой солнца и мы в этом диапазоне начинаем жить и мыслить медленно мыслить потому что в тебя вот это свойство мгновенности передачи информации вот почему состояние духа есть духовная сущность она это как бы ну как корпус колой поле поле это вот размазало тебя по всей бесконечности но с другой стороны все что происходит ну происходит мгновенно информация передается момент а здесь мы как паскуляры и этих скоростей у нас нет поэтому мы теряем свою память о своей прежней квантовой форме жизни то есть жизнь духа вот здесь воплощение как душа но имением эту возможность совместить в себе в том числе и возможности дула вдруг это путь развития очень серьезного развития могут 20 лет идем этим путем даже немножко больше но кое-чего достигли вот даже в этом зале на нем салют рассказывают вот какие истории рассказывают инсульт рак сердце сердечные заболения все это могло привести к одному что таких рассказов вы сейчас уже не услышали если бы они не столкнулись с этим учением понимаете уже одно это заслуживает того чтобы к этому относились серьезно сколько людей по миру спасено в разных странах эти истории везде но по всех странах почему не только здесь они во всех странах но там об этом пишут там телевидение но посмотрите вот сейчас выложили в интернете например выступление директора немецкого лонкоцентра лотера фернальца лауреата между прочим международных линий это очень авторитетный учет лауреат международных клиентов лотер химонализа выступает и рассказывает историю у него был хирург у которого заболел у мамы рак они оценили ситуацию вылечить его было невозможно то есть оставалось ждать когда все закончится она поехала на восху из герман опять сюда петухов вернулась грак и не было но вы поймите это рассказывает не я рассказываю рассказывает сам лично лотер химонализа рассказывает вот так один на один в интернете причем он рассказывает международной конференции он кулу которая проходила в штург врач ничего не помню как это могло произойти поехал сам в Москву вернулся и говори как утрохерна за предел вернулся делать деморализован я спросил в чем дело говорит мне надо завтра выходить в операцион и делать операцию братская педагоги я не знаю что я буду делать я видел что все это можно делать совсем по-другому то есть он приехал переубежденно вот об этом рассказывают немецкие ученые не я рассказывал эти сказки вот включите в интернете есть выступление лотер хернальз директор немецкого лукоцентра и таких выступлений масса но так может быть уже пора посерьезно к этому отнестись всего-то не надо начать читать и вдумываться в то что там написано и применять эти технологии к себе ведь чего проще люди которые встают достигают результаты они встают но это и дело еще раз говорит не хочешь как хочешь никто не заставляет Продолжение следует... 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 Я думаю, что вопрос совершенно некорректный, неточный, неправильный. Никто не делал бессмертия. Вопрос еще раз говорит Никто, дело в том, что это все связано опять же с нашими знаниями и развитиями наших возможностей. Просто как пример. Кромосома имеет на концах так называемые теломерные окончания. Они по времени жизни делаются приблизительно 50 раз. 50 раз ваш организм имеет возможность точную копию самого себя создать. Понимаете? Потом теломерные окончания заграничиваются, они обладаются каждым делением, укорачиваются, укорачиваются, и вот их совсем нет. И вам остается только стареть и ждать, когда придет одно неизбежное. Уже остарение, как дед бессмертия. Так вот, когда, например, происходит регенерация органов, которые мы преподаем, которые уже в массовом порядке, уже тысячи людей везде, в разных странах получили эти новые органы, то что происходит? Новые органы, новые клетки с кровосомами, которые имеют полный набор этих теломерных окончаний. У вас организм уже обвешал, а у вас появились клетки с новыми теломерными окончаниями на полный цикл жизни, новый цикл жизни. Понимаете? И они начинают и этой своей, ну, как бы, возможностью заражать все остальные клетки вокруг себя. И этот процесс сначала идет медленно. Ну, лет несколько у вас, как бы, это будет незаметно. Потом вдруг вы обратите внимание, что перестаете, как бы, стоять. Если возраст идет, а вы вроде как были, например, ну, вот как у меня это было, мне тоже говорят, что лет 60, но мне все-таки 72, а мне 60. Понимаете? Вот как же остановиться? И волосы не темнеют. То есть это они не сидеют. Семьдесят два года. Вот волосы не крашены, ничего, они это естественные волосы мои. И потом начинается ускорение этого процесса, потому что таких клеток становится больше в организме. Чем больше становится, тем быстрее идет процесс обложения. Но здесь тоже нужна, как бы, ну, здравый смысл может. Нельзя очень сильно ускоряться. Здесь опять надо сознанием ставить уже торможение этого процесса. Потому что лучше всего, когда за три года, это просто выявлено нами в процессе работы, за три года вы молодеете на один год. Вот это самый лучший алгоритм. Не переступайте его, потому что если начнется обвальное омоложение, а такие случаи, кстати, спонтанно происходили. В Японии есть случай, я читал об этом, когда женщина чуть ли не в ребенка превратилась. Естественным образом. Никто ей там ничего не делал. Но как-то природа запустила этот процесс сама. Вот чтобы не превратиться в ребенка, не аукаться там, и даже не пребывая. Лучше быть разумными, и где-то себя останавливать. Тормозить. Но это процесс возможен. Это процесс управления. И он и в теории возможен. То есть есть уже знание почему и как. То есть вы должны понимать, что вы делаете, если вы будете делать без понимания, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Понимание – это вообще главный вопрос с технологией, понимать, что ты делаешь. То есть для того, чтобы запускать эти вещи, надо знать и вот такие биологические процессы, насчет таламера, таламераза, там еще есть такой фермент. Это все надо знать и понимать, как это работает в организме. И если вы будете это знать и понимать, и будете через остановение управлять, у вас все будет получаться. Понимание плюс управление ведут к результату. Очень хорошее. В ваших книгах написано, что первые восемь клеток являются бессмертными при строительстве организма человека. Эти клетки можно активировать? Конечно. Вот через этот процесс тоже можно. Не обязательно через регенерацию органов. Но и через эти клетки. И у меня еще вопрос. А плазменная клетка, она как бы появляется по степени развития? Плазменная клетка, да. Ну, надо понимать, что есть плазм. А горячая, а есть плазм алкогольная. Это два разных совершенно процесса. То есть горячая плазма вам в организме никак не нужна. Иначе этот, ну, просто сгорит. А холодная плазма – это синтез. Через синтез идет. Вот она дает энергии в тысячу раз больше, чем горячая, на самом деле. И при этом совершенно безопасна для организма. То есть тут, опять же, придется и физику изучать, и биологию, и все придется изучать, чем вы не коснетесь. Каждый урок с болезнью – это урок познания. Вот чем мы болели, мы, когда боролись с болезнью, мы познавали, что такое, какой она урок несет. И очень много узнавали. С какой стати с нами стали души эти такие академии, как Нюмывагин, Полита и Дроздов? Ну, с какой стати они стали нашими просто друзьями? Потому что они увидели здесь перспективы и научные. Мы с Политавой работаем, он нам что-то подсказывает, мы начинаем это делать. Потом голову ударил, он говорит, Андрей говорит, спасибо, что вам подсказали. Он говорит, да это не мне спасибо, это вам спасибо. Если бы не вы, я бы перебирал эти варианты еще лет десять. А сейчас, когда я увидел, как срабатывает этот вариант, я теперь знаю точно, куда надо идти. Направление научным уже путем. Получается, что мы друг другу помогаем на этом пути. Мы мыши обусиливаем. Здравствуйте, я тоже хочу задать вопрос. У нас есть понятие профессиональных заболеваний, есть понятие биологического оружия, химического оружия. Насколько я знаю, эти вот физические методы, они действуют сразу на организме. То есть они разрушают клетку сразу. Скажите, пожалуйста, вы даже допустим, в любом профессии, у кого большая вибрация, у кого большой свет, у кого большой шум на работе. Как при помощи ваших технологий можно защитить от этого? Можно, конечно, уйти в профессии, которая в нашем мире невозможна. Ваши технологии могут в этом помочь? Ну вот, к сожалению, такого вот четкого вопроса, то есть ответа на этот вопрос у меня нет. Технологии, конечно, могут помочь, если человек выжил в этой атаке. Химический. Если он выжил, вот он живой, с ним можно работать. Понимаете? В Библии есть такой момент, тоже очень интересный. Я думаю, ну, Библия – это вообще зашифрованная книга, ее невозможно читать перед сновидением, потому что там над текстом есть другой текст, а над этим текстом еще другой текст. То есть эти тексты можно читать с влиянием. Так вот, там есть такое место, где говорится, что ждет Исраиль беда, и что придут и разрушат, и т.д. Ну, в общем, война приедет. И люди спрашивают Иисуса, а что же нам делать? Он сказал, что… Он говорит, бегите отсюда. Берегите отсюда. То есть он не сказал, что вот я там руками помошу или что-то сделал, и всех вас поспособнее. Берегите отсюда. То есть в этой ситуации лучше не попадать. Скажите, пожалуйста, все ли могут освоить ваши технологии, и за какое время? Потому что для больных важно время. Я в первый раз вас слушаю. Я думаю, что все могут освоить. Второе. Насчет времени мы заметили такой эффект, что как только люди начинают серьезно этим заниматься, болезнь как восстанавливается. Она, по крайней мере, не усугубляется. То есть дается какое-то время человеку для того, чтобы поднять его нибудь в то, что он делает. Вот это вот. Это тоже наблюдение. А смазки были у вас? Да. 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 Ваш первый день. Добрый день. Здравствуйте. Продолжение следует. Как поднять время регуляции, время регуляции? Не понял. По вашей технологии, если у нас уже регуляция, до сих пор мы находимся на 13, 14, 15 лет, когда уже в наших народе, так называемое, они же приспособились, да? А теперь, девочки, нужно идти сюда на наших ритмах, наших забореваний. И как довести хотя бы 50-60 лет, чтобы нам вот это сознание поменять, поменять наше сознание? Ну, извините, что я сейчас вам прерывал, но я хочу сказать, что вопрос-то очень серьезный насчет вот этих вибрационных ритмов. Есть так называемые, ну, планетарные, константы – это частота шума, на которой работает, в общем-то, и планета, и мозг человека. Они работают на одной и той же частоте – 7,8 Гц. Вот в последнее время это все резко меняется. Сейчас уже монетарная частота превысила 16 Гц. И вот инсульты, которые происходят у людей во все возрастающем масштабе, они тоже связаны с этим изменением чистоты. Это, по сути дела, как своеобразный экзамен. Или мы преодолеваем эту нарастающую чистоту и, к сожалению, как бы отсеиваемся из этой жизни. Вот в Америке, например, эту статистику, правда, не дают, но это она есть. Только за последний год случилось 500 тысяч внезапных смертей. Никто не может ничего понять. Человек идет по улице – совершенно здорово. Молодые люди падают, и все. Их уже не было. Никаких предпосылок у них не было. Не болели люди. Ничем не страдали. И вдруг раз – внезапная смерть. Ее так и назвали – внезапная смерть. Это за один год 500 случаев. 500 тысяч случаев. Полмиллиона человек уже. Так вот, вот эта федерационная чистота, она действительно сейчас является очень серьезным экзаменом социума, то есть всего человечества. или человек уже готов к тому, чтобы это преодолеть, или не готов. Мы говорили на базовом курсе – концентрация на точку. Что такое концентрация? Это как расстреление мозга. Если вы хотите накатить мозг, вы берете гантели, там, штангу начинаете… А как калитки мозга вы тонируете, а вот этими концентрациями – расслабление, сжатие, расслабление, сжатие, импульс. Это как раз тренировка мозга. Она переходит… Вот она, по сути дела, позволяет вам преодолеть эти инсульт. Они будут нарастать инсульт, потому что частота будет расти. Причем это уже научные данные, что, например, при замедлении – это частоты. Шум. Человек впадает в сон. То есть у него начинается потеря энергии, сомневое состояние, и он угасает медленно. А если она возрастает, то наоборот – творческое горение начинается. То есть повышение частоты приводит к тому, что активизируется творческий потенциал человека. Но выдержать это может не каждый далеко. Без подготовки к этому процессу вы его не выдержите. Это как экзамен. Понимаете? Или сдал, или не сдал. Вот инсульт – это один из таких экзаменов. Экзаменная смерть. Так что к этому надо тренировать свой мозг, готовиться, чтобы, когда придет и ваш, к сожалению, это не избежать черед, не оказаться беззащитными перед этой ситуацией. Многие предали бы это. – Аркадий Иванович, у нас два вопроса. Один вопрос. Как отрегулировать вес средств? Да, спасибо. Важно, что здесь отключится. И еще один вопрос. Вот сейчас студенты, школники, они имеют огромную нагрузку, инфраструктуру, там, и прочее. Вот здесь тоже нравится, там, и все это. – Ну, вот я тут сошлюсь уже на другой авторитет, Иван Павлович, не умывайте. Потому что вестительный великих ученых – это человек, который создал, по сути дела, космическую медицину России. – Он говорил так. – Извините, но я просто повторяю. – Жрать надо меньше. – Вот, никуда не денешься. – И говорил. – Нет, он показывал. – Вот человеку надо, вот ладонь, госточка. – Вот на целый день ему хватает того, чтобы здесь вот поместилось в косточке. А он ест, нормально говорит, горы, еды человека. Съедает в течение дня раз в 10-15 больше, чем ему надо. Требуется. Понимаете? Это первое. Потом у него есть тоже очень хорошая разработка, Иван Павлович. Это ежедневный прием соды. Она очищает от шелаков организма. Если вы начнете пить соду, вы в короткое время сможете сбросить, может, даже не один десяток килограммов. Потому что у нас все тонкие кишки забиты всеми этими каловыми массами, которые только вредят. Они нас отправляют. Это так сильно. Перекись водорода пить, он рекомендует. Я, например, ее в последние годы пью. Потому что это от Амбала Мехислава, по сути. Вы приняли перекись. Она беспредельная абсолютно. Это то, что там мало что вам показывало какие-то опыты, что она перекись капала на мясо. И она шипела. Во-первых, вы перекись в чистом виде не пьете. Там нужно 10 капель. Один стакан воды. Это совсем другая концентрация. Если бы она вот так взвела и полила, это мясо ничего там не шипят. Но не все доктора медицинских наук, доктора медицинских наук, некоторые просто телеведущие. И, к сожалению, опыт, который она показала, это было всю страну очень некорректным. А американцы провели свои исследования, например, и подтвердили, что Иван Получневыватель абсолютно прав, что перекись водорода и соды очень мощно работают на основании организма. Перекись насыщает у вас молекулярным кислородом, потому что она сразу разлагается и дает, в общем-то, питание клиенткам, которого не хватает сейчас. Очень не хватает организму. Это, конечно, ну, в идеальном случае организм должен все это прокладывать сам. Но мы, к сожалению, спинтус своего обитания настолько испортили, что надо находить какие-то более-менее безопасные способом поддержать организм. Вот это два очень таких эффективных и безопасных способа. Потому что лекарства, по утверждению того же Ивана Павловича Иван, его исследования, поймите, он не просто так это говорит, это лучшие ведущие институты фармакологии России работают на него и на его программы космические. Он говорит так, любое лекарство на 5% оказывает кроковременную помощь, на 95% долговременный бред. Он говорит, что такое лекарство, а мы их пьем. Ведро синих таблеток, какого красного таблетка, ведро зеленых таблеток. Мы уже федорами все это едим. В природе есть естественные заместители этих лекарств. И вот это, прежде всего, можно использовать природные лекарства. Это и травы, это... Ну, сода, например, вообще она была известна и древним шумерам, и древним славянам. Они пили соду. Тысячи лет назад пили соду как лекарство. Лучшие врачи мира древнего, например, Гиппократ, тот же самый, которого клятву приносят официально, Гиппократ говорил, что, чтобы применить болезнь, надо использовать тонкую силу. Но пусть тогда в каком-то медицинском институте расшифруют, что такое тонкая сила. «Надо найти точку входа болезни», он говорил, Гиппократ пишет. «У него же, кстати, есть очень интересное выражение, что никакая сила болезни не властна над человеком, если к ней не присоединится невежество врача». Ну, где бы в одном медицинском институте показали бы этот лозунг Гиппократа? Кто из нынешних медиков сумел бы сдать ему как профессор экзамен на то, что он соответствует этому званию врача, доктора? Ведь доктора – это, кстати, вы знаете, как расшифровывается, ну, этимология этого слова? «Доктор» вам известно? Это «учитель». Водкин был доктор в древности – «учителем». Он учил правильную житель. «Чтобы не болеть». «Чтобы не болеть». Ну, пожалуйста. Вопрос был такой. Какие-то есть ли особенности нормировки органов, которые содержат на данный момент несъемные протезы? Например, раз раздробили кость, собрали ее на металлическом стержне, кость сама по себе работает, нагрузку держит, но поливая структура получается нарушена. Вот это дело как-то? Ну, у нас такой опыт был в Владивостоке. Это, кстати, известный там человек, он начальник одного из районов управления ЖКХ. У него был такой протез, и мы провели одновременную дематериализацию от этого металлического протеза и восстановление костной ткани. Это зафиксировано, это врачи потом выдали документы, они есть, съемки, исчез протез. Где он? А это дематериализация. Обычно, если мы можем восстанавливать орган, например, дематериализовать его, то почему мы не можем дематериализовать что-то? Мы все можем, если наше сознание готово к такой путь. То есть, только одно ограничение – готовность нашего сознания к этой работе. А это развитие, еще раз говорю, это развитие. Мы 20 лет шли к тому, чтобы, например, делать то, что делали. Это же не за один день появилось. Так что все это нужно сделать. И это описано, кстати, в случае книги описано, технология есть. Вот у нас в организме есть клетки специализированные, например, клетка сток. Кто не знает? А она как раз занимается дематериализацией организма. То есть, ее можно активировать к работе, и она произведет эту работу. Она разберет молекулу за молекулу, атом за атом, этот ваш протез. И не очень-то много и потребовалось там молодежь. Это произошло в корне весь сына три. Это все-таки у него был большой протест, но он почти на все равно был. Представляете, в таком массе металла, в долгах она исчезла. И еще, говорю, это известно, человек, никакой ли человек из-под мороги. Я прошу прощения, наше время заканчивается, нам нужно освободить зал. К сожалению, заряда заканчивается до 8 часов только. Время осталось всего меньше 5 минут, и я должен сделать объявление. Читайте книги Аркадия Научи. Приходите к нам на базовые курсы. У нас в Казани работают 4 группы, где можно соревноваться любому из вас. Одна из групп на ТАЗИГИЗДАТО, дом 3А, офис 413. Это моя группа, наша группа с моей женой Наташей. Она саддифицированный преподавательный ТАЗИГИЗДАТО, дом 1. Второй адрес поселок Левченко, дом Культуры Левченко, бывший колемен входа. Продолжение следует... Продолжение следует...